В августе 2023 года были приняты поправки в федеральный закон о семеноводстве, которые ввели новое понятие – специальная семеноводческая зона. Эти семеноводческие зоны, если я правильно понимаю, существовали раньше в Краснодарском крае. Теперь практика будет распространяться на все регионы. И хотелось бы вас об этом расспросить поподробнее. Что такое семеноводческая зона? Зачем она нужна нашим селекционерам и семеноводам? Кому она нужна в первую очередь из селекционеров разных культур? И, конечно, как это отразится на сельхозпроизводителях? Да, спасибо вам за приглашение на это интервью. Рад поучаствовать и, может быть, предоставить информацию тем вашим зрителям, которые еще не в курсе новых беденей в законодательстве. Да, специальная семенауческая зона – понятие родилось не только в августе 2023 года. История возникновения их датируется еще давними годами. Очень широко данные понятия и реализация спецсимзон использовалась во времена Советского Союза. Очень эффективно использовалась. Там есть примеры и обоснования. А именно на тот момент были распространены специальные семенауческие хозяйства, симпозы, которые фактически были полноценным регулятором элементов спецсимзон. А я напомню, что основным элементом спецсимзона является пространственная изоляция. Требования по ее соблюдению являются основным критерием для спецсимзон. Но, к сожалению, в 90-е годы экономическая система Советского Союза была разрушена. Было образовано множество мелких, небольших фермерских хозяйств, сельскохозяйственных организаций. Там монополия семхозов, которая была в Советском Союзе, потихоньку начала исчезать. И вот те огромные территории, которыми владели и использовались семхозы, в результате экономических реформ, они фактически были изменены, те границы пахотных земель. И мы видим, что зачастую, даже сейчас, можно увидеть примеры, примеры, что огромные пахотные земли больших хозяйств окружены, а то и бывают примеры, внутри этих пахотных земель находятся земельные участки небольших сельскохозяйственных организаций, которые выращивают товарную продукцию. Безусловно, все это влияет на пространственную изоляцию и на неэффективность специальных семенаучных зон. Как вы правильно сказали, в августе 2023 года на законодательном уровне было принято решение о введении определения специальных семенаучных зон и пространственной изоляции. Хочу обратить внимание, что данное определение было введено практически накануне принятия третьего чтения закона о внесении изменений федерального закона семеноводства. Национальный семенной альянс был приглашен на рабочую группу Возражденный комитет Государственной Думы при обсуждении данного вопроса. И надо сказать, что все присутствующие представители отраслевых союзов ассоциаций, да и что говорить, и органы власти Краснодарского края, которые имеют огромный опыт в установлении и реализации правил спецсинзон, все они поддержали идею внесения этих изменений в федеральный закон. И слава Богу, что эти изменения попали в федеральный закон. Это лишь первый шаг к реализации и становлению спецсинзон в России. Почему первый? Потому что федеральное законодательство относит вопрос установления спецсинзон на уровень регионального закона. На сегодняшний момент у нас есть яркий пример закона Краснодарского края. Вернее, я бы даже себя поправил. Не закона Краснодарского края, а лишь статьи в законе Краснодарского края от 2014 года, который сделал робкую, но все-таки попытку органов власти Краснодарского края взять регулирование спецсинзон в свои руки. До этого вопрос учреждения спецсинзон был несколько размыт. Закон 1997 года о селеноводстве был утвержден порядок становления и утверждения этих спецсинзон, который был дан на откуп как федерального, так и регионального законодательства. Напомню, что для того, чтобы установить спецсинзоны в регионе, нужно было одновременно соблюсти три основных условия. Первое – это иметь утвержденный правительством Российской Федерации, то есть федеральным уровнем порядок установления этих спецсинзон. Второе обязательное условие – это получение предписания от Уполномоченного федерального органа в адрес органов исполнительного власти региона. По умолчанию будем исходить, что это Министерство сельского хозяйства. И третий критерий – это, собственно говоря, нормативный акт органов власти региона об установлении этих самых спецсинзон. Прошу обратить внимание, посмотрите, какой сложный порядок. Три необходимых условия. В результате чего этот механизм оказался, мягко скажу, не жизнеспособен для нашей страны. Отдельные органы власти, такие как Приморский край, Красноярский край, делали попытки пойти навстречу реализации данного федерального закона о семеноводстве и установлении этих спецсинзон. Но, учитывая, что порядок их установления не был утвержден правительством Российской Федерации, все ограничилось тем, что органы регионов лишь только установили ответственные уполномоченные органы за реализацию данного федерального закона. Как я сказал ранее, наиболее эффективно отработал этот федеральный закон и взял на себя некую меру ответственности Краснодарский край, органы власти Краснодарского края, которые в 2014 году внесли в текст своего регионального закона, если я не ошибаюсь, статью 12, которая так и называлась, установление специальных семеноводческих зон. И на свой страх и риск стали реализовывать и устанавливать данные специальные спецсинзоны. Как показала практика, и об этом не раз заявлял на пресс-конференции представителя Совета Большинского семенного альянса Лобочек Игорь Александрович, практика оказалась эффективной. Около на сегодняшний момент тысячи специальных семеноводческих зон можно констатировать, что существует в Краснодарском крае. Примеры конфликтов настолько минимальные, что они составляют от 1 до 2%. Мы можем констатировать, что Краснодарский край умело распорядился на тот момент возможностью установления специальных семеноводческих зон. Но в любом случае, как я сказал, на мой взгляд, это были робкие попытки. И, безусловно, региональным властям не хватало помощи федерального законодательства. Потому что правила введения и установления специальных семеноводческих зон довольно-таки сложны с точки зрения законодательства инструмент. Почему? Объясню. Спецсемзоны, как я и ранее говорил, они в обязательном порядке включают в себя элемент пространственной изоляции. Для каждой культуры размер пространственной изоляции разный. Для сахарной свеклы он может составлять от 1000 до 10 000 метров. Для картофеля тоже это большой объем. Для кукурузы, для подсолнечка до 5000 метров и так далее. Следовательно, для того, чтобы органы власти смогли в полной мере реализовать федеральный закон о специальных семеноводческих зонах, они должны соблюсти интересы всех тех правовладателей земельного участка, которые находятся в пределах границ этой самой пространственной изоляции. Сложный процесс, на мой взгляд, требующий серьезной законодательной инициативы региональной. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим проекты региональных законов, которые будут включать как механизм установления специальной семеноводческой зоны. Возможно, это также будет включать определение субъектов, кто имеет право в заявительном порядке претендовать на установление специальной семеноводческой зоны. Обязательно, на мой взгляд, должно по закону быть прописана возможность и гарантии семеноводов, производителей семян, минимизировать свои риски при своей работе. И, безусловно, должна быть некая прописана ответственность недобросовестных лиц, которые попадают в границы спецсензоны в случае нарушения соглашения с производителями семян. Но это лишь мои предположения, как я бы видел данные региональные законы. Безусловно, над этими проектами будут работать профессионалы, и, повторюсь, в скором времени мы можем увидеть эти результаты. И, насколько я знаю, что Краснодарский край, как и ранее, уже с максимальной инициативой подготовил проект подобного закона. И вот-вот в ближайшие дни будет обсуждение этого регионального проекта. То есть, по сути, федеральный закон дал нам такой скелет, на который дальше на уровне регионов должно наращиваться мясо. То есть, непосредственно правила установления семеноводческих зон, ответственность всех участников этого рынка, и правила пространственной изоляции. Вы совершенно правы. Вот если раньше, как я вот и говорил, что была такая трехступенчатая сложная конструкция, которая позволяла органам власти регионов ввести в действие и утвердить спецсензону, сейчас это упростилось, и федеральное законодательство отдало наутку по региональным властям, чтобы они самостоятельно определяли данный порядок без участия в федеральных органах. Виталий Викторович, а для кого это изменение в законе наиболее важно? Потому что, например, селекция пшеницы не требует пространственной изоляции большой. Какие культуры получат наибольшее преимущество, на Ваш взгляд? Здесь речь идет об интересах производителей семян, перекрестно опыляемых культур, такие как свекла, подсолнечник, кукуруза, Краснодарский край активно используют в производстве данные культуры, и я думаю, что в первую очередь они будут заинтересованы в расширении количества спецсензон. Какие регионы затрагивают в большей степени изменения этого закона? Закон федеральный, мы говорим, что федеральный закон о семеноводстве затрагивает, безусловно, все регионы, которые так или иначе занимаются сельским хозяйством, в частности, производством семян, тех самых культур, о которых я говорил. В нашем случае мы можем взять статистику, что основная сельскохозяйственная деятельность по данным культурам это центральный регион России, это Северный Кавказ, это Краснодарский и Ростовский края, и это за Уралием. Они будут максимально заинтересованы в реализации этого закона. Понятно. Селекционеры часто жаловались на то, что иностранные компании приходят, забирают лучшие участки под гибридизацию, например, кукурузы и подсолнечника. Как вы думаете, изменения в законе скажутся на том, облегчат ли поиски земли для наших селекционеров? Ну и, конечно, семеноводство как продолжение российской селекции. Вы знаете, политика государства, она сейчас изменилась по отношению к интересу российского производителя. Вот уже долгие годы Министерство сельского хозяйства активно ведет и законодательную политику, и, в принципе, наши законодатели в лице Государственной Думы, Федерального Собрания дают предпочтение для закрепления интересов именно российского производителя, в том числе российских семеноводов. Огромную роль в защите интересов отечественного семеновода явилось принятие правил локализации, утвержденные постановлением правительства от мая с текущего года, которое так или иначе оказывает приоритеты в отечественной селекции и в производстве семян именно отечественным производителям. Поэтому я уверен, что тенденция на защиту прав и интересов отечественных производителей, она только будет возрастать, и приоритеты будут даваться исключительно отечественным производителям. Раз уж заговорили о локализации, все-таки не могу вас не спросить, будут ли считаться российскими семенами те, которые произведены, например, компанией «Сингента» в партнерстве с российской компанией, которая имеет 51% акций? Это уже наше отечественное или все еще зарубежное? Вопрос, конечно, следует рассматривать в частном контексте. Наше государство говорит о том, что все, что произведено в России на территории Российской Федерации по правилам локализации, по утвержденным правилам локализации, является российской родиной, рождено в России, и является отечественной, будет считаться отечественной селекцией. То есть, получается, под квоты на импорт семян, гибриды иностранных компаний, которые все правила локализации соблюли, уже не попадают. Вопрос о квотах, он сейчас витает в воздухе. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос также будет актуальным к рассмотрению и вызовет бурные дискуссии. Пока на сегодняшний момент законодательно и юридически ничего не подготовлено, но я думаю, и как, опять же, заявлял наш представитель Совета Ассоциации, который отстаивает идею введения квот на семинар серкоз растений, я думаю, что Министерство Российской Федерации рано или поздно примет решение о введении квотирования. Виталий Викторович, ну понятно, что когда общественная организация выступает с какой-либо законодательной инициативой, то она должна рассчитывать, какие последствия принесет эта законодательная инициатива. Есть ли у вас, ну хотя бы, может быть, примерные представления о том, как изменения в законодательстве, в том числе касающиеся семеноводческих зон, скажутся на нашей селекции, на нашем семеноводстве, в расширении посевов, в увеличении количества производства семян, может быть, в том, что отечественная селекция займет большую долю на рынке. Вот такие предположения есть ли у вас? Или все это отрегулирует и решит рынок? Ну, вы знаете, что, конечно, наличие спецсензон – это важнейший критерий для семеноводок, важнейший. Если законодательство будет способствовать полноценному установлению этих спецсензон, соблюдением пространственной изоляции, это будет большое подспорье для увеличения подобных территорий, для увеличения подобных спецсензон. И, следовательно, это привлечет и даст возможность развития потенциала российской селекции семеноводок. Я думаю, что все будет зависеть от качества тех региональных законов, которые будут приняты в том или ином регионе. Чем качественнее законы будут приняты, тем больше гарантий и более благоприятный климат будет для отечественного семеновода. Подождем примеров этих самых региональных законов. Хорошо. Будем ждать и надеяться на то, что и селекция будет развиваться, и сельхозпроизводители, которые попадают в зону пространственной изоляции, смогут выстроить свой севооборот, чтобы им было хорошо, и тем, кто трудится над созданием новых гибридов, было неплохо. Виталий Викторович, спасибо вам большое за это интервью. Спасибо вам за приглашение. Желаю вашему каналу просветания и успеха. Субтитры подогнал «Симон»!